Инициатором поправок стал аппарат администрации региона. На сессии ЗСК присутствовал губернатор. Вениамин Кондратьев объяснил суть изменений. Они направлены на привлечение инвестиций в край. Так, проекты, включенные в региональный реестр, как стратегические инвестиционные, получат налоговые льготы сроком до 7 лет, а резиденты промышленных парков – до 10 лет. Налоговые льготы – это не упущенная выгода. Это инвестиция в будущее. Это выгода в запрещенном экономическом вне Кубани. Сегодня нужно создать такое экономическое пространство в нашем регионе, чтобы они сюда с удовольствием заходили и понимали эти правила игры. Они должны быть понятны, прозрачны и выгодны. Проекты должны сопровождаться в ручном режиме. И еще раз подчеркиваю для коллег, мне все равно, какой будет инвестор – зарубежный или местный, отечественный. С Кубани, если он будет. Любой инвестор сопровождается в ручном режиме. В ручном. Под ключ, как говорится. Мы сегодня должны не вставлять друг другу палки в колеса, а вместе найти те колеса, которые помогут нашей кубанской экономике двигаться вперед. Также поправки в краевые законы направлены на снижение бюрократических барьеров. Теперь для инвестора с проектом в приоритетных отраслях экономики региона для получения льготы по налогу на имущество достаточно будет просто обратиться в налоговую службу и не ходить по другим инстанциям и комиссиям, как сейчас.